Некоторые считают, что крещенское купание полезно для здоровья. Для других же это отличный способ продемонстрировать себе и окружающим свою удаль. Ну а для любителей острых ощущений это отличный повод ощутить новые впечатления. В посёлке Айхал место крещенского купания осталось прежним. Неподалёку от дороги ведущий карьеру юбилейный. И в ночь с 18 на 19 января река в тех местах стала Малой и Орданию. К празднику готовились, что называется, всем миром. Работники ГОКа и КСК расчищали близлежащую территорию и вырезали посредством спецтехники купель в форме креста. Амгре предоставила печки для отопления палаток и наладила освещение. В ту ночь желающих окунуться доставляли к крещенской купели три автобуса. Один от администрации и два от Айхальского ГОКа. В этом году крещенскую прорубь в Айхале посетили более тысячи человек. Люди с молитвой спускались по ступенькам, крестились и трижды окунались. Большинство из них – обычные верующие люди, которые после службы в храме приехали на реку, чтобы еще раз подтвердить свою сопричастность с теми давними событиями, произошедшими на Иордане. Благочестивая традиция везде в этот день. Конечно, на юге там тепло, а у нас это особый подвиг, особый подход такой. Традиция благочестивая – окунаться, погружением, умываться этой водой, брать ее домой, освещать дома, умываться ей, пользоваться ей, когда болеешь и так далее. Это великая геастма, с которой с благовением человек может приступить. Еще раз, конечно, всех хочется поздравить с этим праздником, Богоявлением, крещением Господнем. Распространено народное поверье, что купание в хрещенскую ночь якобы смывает все грехи. Однако православные священники напоминают, что грехи прощаются исключительно на таинстве исповеди в церкви. Крещенское купание – это не церковное установление, а народная традиция, которую следует исполнять благочестиво, подобно купанию в святом источнике.